Открытый телеканал представляет Всем привет! Сегодня я пригласил к себе в гости Майка Вайтсмана поговорить о социальных сетях. Всем привет! Здравствуй, Иоанн. То, что я прочитал у тебя в Фейсбуке, как описание твоей специальности, ты редактор и менеджер социальных медиа. Причем у тебя довольно богатый опыт в работе социальными медиа и по связям с общественностью. Я вижу здесь лабораторию Касперского и 9 канал. На 9 канале ты работал как менеджер социальных медиа. Это было на новом 9 канале? Это было уже в новом формате 9 канала, но начнем с того, что если ты хочешь посмотреть профессиональное прошлое кого-либо, ты воспользовался не той социальной сетью. Существует как минимум 2 или 3 социальные сети, которые намеренно настроены на профессиональную работу. Если ты хочешь узнать рабочее прошлое или чье-то резюме, надо посмотреть сеть LinkedIn, а не Facebook. Facebook не отображает полностью... Почему именно LinkedIn? LinkedIn заточено под профессиональное прошлое, под рекомендации, под общие профессиональные знакомства. То есть там записаны все мои места работы, а в Facebook только несколько последних. А насчет 9 канала, да, я уже работал в новом формате, при новом хозяине и пытался поднять, по сути, с нуля социальные сети 9. Я понял. Ну, мы еще вернемся к теме 9 канала. Вернемся к социальным сетям. Я хочу начать с самого начала. Что такое социальная сеть? Начнем с того, что социальная сеть не была придумана ни Марком Цукербергом, ни кем в 80-х годах. Люди по своей природе социальны. Мы создаем социальные сети при общении, при работе, при каком-то гендерном общении. Социальная сеть — это связь между людьми. И это никаким образом напрямую не связано с интернетом. Интернет — это одна из вариаций социальной сети. В данном случае мы обсуждали... То есть ты говоришь о том, что братья, сестра, родственники, друзья и знакомые — это, в принципе, моя социальная сеть? Так и есть. Окей. Ну, все же мой вопрос был именно... Хорошо, я перефразирую. Что такое социальная сеть в интернете? Социальная сеть в интернете — это твое присутствие не только, не напрямую связанное с твоими социальными знакомствами. Вот я очень часто задаю вопрос, знакомы вы ли лично со всеми вашими друзьями в Фейсбуке? Я сейчас могу поручиться, что на 90% те люди, которые у меня в друзьях в Фейсбуке — это мои люди или сотрудники, или коллеги, или знакомые в прошлом. Я практически не дружу с людьми, с которыми я знаком лично. А мы позже, думаю, обсудим, чем это чревато. А сколько у тебя друзей? Ну, у меня сейчас более двух с половиной тысяч и около тысячи фолловеров — это люди, которые следят за моими публикациями. Это не самое большое количество. Фейсбук, кстати, позволяет до пяти тысяч друзей. То есть ты знаешь две тысячи друзей своих лично? Я напомню, что психологические исследования показали, что у человека круг общения приблизительно от 100 до 200 человек. Там, по-моему, речь шла о том, что он не может запомнить больше. Ну, он все равно общается в каком-то определенном кругу, в котором до 200 человек, то есть это включает и вашего почтальона, и вашу жену, и ваших детей, не большее количество. Ну, понятно, что в жизни вы сталкиваетесь с большим количеством людей. Особенно, если у вас профессия такая, общаться и знакомиться. Социальная сеть позволяет держать связь с людьми, с которыми ты давным-давно вроде бы должен потерять контакт. Как пример, мои одноклассники еще по советской школе, которые год назад нашли меня, раскопав информацию обо мне. Ну, с одноклассниками это интересно, а, как правило, без моего опыта это ничем не заканчивается. Кстати, все еще вопрос, что такое социальная сеть, а зачем человеку социальная сеть, почему он там хочет быть? Почему так много людей пользуются ими? Человек любит интересный контент, и если раньше контент ограничивался сначала газетой, потом радио, потом телевидением, потом DVD и видео форматами, то сейчас контент гораздо более вариативен, и сеть интернет и социальные сети позволяют нам допускать и видеть новый контент ежедневно, если не ежеминутно. Причем позволяет настроить контент таким образом, чтобы мы видели вещи, которые интересны нам непосредственно. Это определенный контент, скажем, новости и развлечения, или это касается любого контента вообще? Это касается любого контента, обычно в социальных сетях ты следишь за информацией от тех людей, которые более не менее интересны тебе. Более того, алгоритм Фейсбука, если ты не был в курсе, если ты в течение двух до трех недель не поставил лайк или не прокомментировал пост человека, за которым ты следишь, он постепенно отключает его от прокрутки, от просмотра. То есть если ты, допустим, не прокомментировал мой пост, да, в течение двух недель ты перестанешь видеть у себя на стене информацию от меня, даже несмотря на то, что мы друзья. Возвращаясь к видам контента, я почему-то сомневаюсь, что те люди, которые мне интересно, на которых я подписался, как ты говоришь, будут писать о том, что я действительно хочу слышать о них. Потому что из моего опыта в Фейсбуке в основном даже те люди, которые вроде как бы даже, скажем так, связаны с моей специальностью, мне интересно видеть их профессиональное мнение, работы и так далее, их деятельность в Фейсбуке ограничивается котиками, собачками, афоризмами великих людей. Хотя они интересны мне. Это я говорю о любом контенте, который говорит, что да, на любой контент есть спрос. Дело в том, что самый популярный контент в интернете, это тот контент, который ты перечислил. Это те самые котики из речения и афоризмы. Это не значит, что это нам интересно как профессионалам. С другой стороны, что значит виральный контент? Это сопоставимо с камнем, который ты бросил в воду. Это те круги, которые расходятся от камня. Вот тот самый вирусный контент, который ты сейчас показал, показал, это те самые круги, которые достигают наибольшего количества людей. Именно поэтому ты его видишь чаще. Это один из, кстати говоря, больших недостатков Фейсбука, например. То есть вирусный контент достигает наибольшего количества аудитории. То есть наибольшее количество аудитории интересуется развлечениями и, может быть, новостями. Я не знаю, как насчет новостей, скажи мне, если это не так. В Фейсбуке есть еще дополнительные, ну, мы в данном случае говорим о Фейсбуке, потому что в Израиле это наиболее популярная соцсеть. В вашем мире? Ну, я бы не сказал. В Российской Федерации, например, до сих пор лидируют другие социальные сети, так же как ВКонтакте и Одноклассники. Ну, да, Российская Федерация, она не весь мир. Ну, в данном случае мы говорим о моей сфере деятельности. Теперь, Фейсбук позволяет видеть сугубо профессиональный контент или сугубо интересный тебе контент. Для этого существуют группы, для этого существуют списки, за которыми ты можешь следить, так называемые листс. Понятно, что любители не будут настраивать Фейсбук под себя, но люди, которые чуть-чуть в этом понимают, они его настраивают так, чтобы видеть тот контент, который интересен так или иначе. Кроме того, они подстраивают свои публикации под определенную аудиторию. Вот у меня, например, ивритоязычные не видят мой контент на русском языке, а русскоговорящие почти не видят иврит. Ну, хорошо, ты как профессионал, человек, который занимается социальными сетями, можешь себе это настроить. Но социальная сеть построена не для таких, как ты, она построена для обычных людей. Что происходит, если, я не знаю, я профессор какого-то университета. Я не знаю, абсолютно не имею понятия, как работает Фейсбук и как он настраивается. И в итоге, когда я подписываюсь, я получаю все равно котиков-собачек. Я веду к тому, что, получается, из того, что сказал, Фейсбук в плане профессиональном абсолютно бесполезная сеть. И не только Фейсбук, я так подозреваю. Не факт. То есть вот то, что ты говорил про LinkedIn, наверное, там это все же более актуально. Там актуален профессиональный контент с точки зрения набора, с точки зрения HR, набора работников. Там актуально с точки зрения обсуждения профессиональных тем. Но и в Фейсбуке существуют профессиональные группы, которые обсуждают не только котиков. И чем больше ты в таких группах активен, тебе больше, кстати говоря, знают люди из смежных сфер о твоей деятельности. И ты видишь тот контент, который тебе нужен. То есть я подписан на десяток подобных групп и просматриваю их информацию для того, чтобы почерпнуть для себя что-то новое, что-то информативное, что-то любопытное именно мне. Этот профессор будет находиться в группах своего университета, своего города. Если он ходит на рыбалку, на группу рыболовов-любителей. И тогда он будет видеть тот контент, который ему интересен. То есть если мы говорим, мы разделим Фейсбук на... Даже не надо разделять. То есть если мы говорим о ленте, она в принципе развлекательная. А если мне что-то нужно, мне нужна группа, которую я буду изучать. Профессиональные социальные медиа умеют просчитать алгоритм своей информации и своего контента так, чтобы она попала в общую ленту и была достаточно занимательна привлечь аудиторию. Окей, я понял. К слову об алгоритме. И к тому, что люди там хотят быть. Тот же Фейсбук, у нас в основном весь разговор крутится о Фейсбуке, потому что самая большая сеть, но я подозреваю, что другие сети делают то же самое. Они, судя по тому, что у них есть такие умные алгоритмы, отслеживают твои действия. Что ты делаешь, где ты присутствуешь, где ты фотографируешься, с кем ты дружишь, где ты обедаешь и что ты обедаешь. Почему люди, к разговору, почему они там хотят находиться, готовы жертвовать своей приватностью? Ну, начнем с того, что люди действительно по опросам населения, порядка 80% населения, и не только те, кто находятся в соцсетях, готовы жертвовать своей приватностью. Но, с другой стороны, они... Потому что это, видимо, заложено в природе человека, кстати говоря. Это какая-то природа... Ну, я не назову вуэризмом, чтобы это не звучало, это пошло. Но человек очень любит подглядывать за морочную скважину, особенно если это касается соседа. Человек по своей любопытности, ему всегда интересно, что происходит с окружающим, и ради этого он готов пожертвовать и собственной приватностью. Кстати говоря, это все происходит волнами. Если в 90-х годах большинство пользователей интернета прятались за никнеймами в форумах и чатах и соблюдали какое-то инкогнито, социальные сети вскрыли это все, и люди пожертвуют приватностью. Но вот буквально в этом году стали безумно популярны социальные сети типа Secret, которые позволяют открывать какую-то конфиденциальную информацию, не раскрывая свои личности. Например, жаловаться о вещах, которые тебя волнуют, не открывая свое инкогнито. То есть это происходит волнами, и сейчас интерес к конфиденциальности растет по экспоненте, в обратную сторону. Ну, это, скажем так, мне так кажется, это открытая дверь преступности в каком-то роде. И всяким, скажем так, злоумышленникам. Не преступникам, злоумышленникам. Если я могу про любого что угодно написать, а никто не будет знать, кто я? Есть в этом что-то, и именно этими социальными сетями сейчас интересуется киберполиция. Но, с другой стороны, про одноклассники в свое время писали такие шутки, как продолжайте писать личную информацию с благодарностью ФСБ России. Мы действительно оставляем всю информацию о себе в социальных сетях, и человек, который умеет анализировать свободные источники, может почерпнуть о тебе, ЮАВ, больше, чем ты даже себе представляешь. Я уже не говорю про адреса. Иногда это происходит, доходит до смешного. Например, на работе 9 канала с помощью социальных сетей нам удалось отследить человека, который скрывался от Интерпола. Хотя бы потому, что он держал открытую информацию о себе в социальных сетях и публиковал, где он на этот момент находится. Это вы такие умные или это Интерпол не досмотрел? Я думаю, что просто Интерпол не додумался вычислять его. Это было журналистское расследование? Это было журналистское расследование в течение 2-3 суток, и тот беглый человек, просто была поставлена съемочная группа напротив его дома. Интересно. Друзья, мы проведемся несколько минут и скоро вернемся.